Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодняшнее видео посвящается памяти гроссмейстера Дмитрия Баринова, который ушел из жизни после продолжительной болезни ровно 5 лет назад, 22 ноября 2017 года. Вначале начнем с более простых идей, а закончим уже серьезными анализами от международных гроссмейстеров. Первая партия Дмитрий играл белыми против гроссмейстера Юрия Андреева на чемпионате Санкт-Петербурга 2013 года. Кстати, сказали тоже скорбную новость, Юрий Андреев тоже недавно скончался. АБ4, БА5, ЖА4, ФЖ5. Бой на Ж5. Дебют игра Бадянского. И белые играют ЕД4, поддерживая напряжение. Черные играют ЖА4. И здесь Дмитрий сыграл ДЕ3. Но, кстати, друзья, была здесь, возможно, ловушка, которую указал международный гроссмейстер Владимир Вигман. Например, БА3, ФЕ7, АЖ3, АЖ5. И здесь белые могут вывалиться на поле С5. То есть играем БЦ5 и не боимся нападения СД6. Этот ход уже проигрывает. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Белые играют СД6 и в какую бы сторону черные не побили, они проигрывают. То есть если черные бьют на поле H2, тогда играем СД6, затем СД4 и прорываемся в дамки на поле Ф8. Если же черные бьют на поле Б4, тогда отдаем шашку ЕД6, затем еще одну СД4 и красиво снимаем 4 шашки с выигрышем. Вот это идея гроссмейстера Владимира Вигмана. В партии Дима сыграл ДЕ3. Юрий Андреев сыграл АЖ5 и белые напали ДЦ5. Черные на секунду расслабились, не посчитали возможные варианты и сыграли ДЕ7. Напрашивающийся ход и белые провели разгромную комбинацию. Также можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белые играют СД4, отдают 2 шашки. Видите, у черных ослаблено поле Д8. Белые этим пользуются, играют АЖ3 и прорываются в дамки ходом ЕФ4. Затем красиво снимаем 5 шашек и выигрываем. Такая симпатичная миниатюра. Следующая партия из командного чемпионата мира, который проходил в Кранево в 2017 году. Дмитрий Абаринов играл с международным гроссмейстером Евгением Кондраченко. СД4, ФЖ5, БЦ3, ЖФ6, АБ2, ЖХ4. Обязательные ходы. Обратите внимание, друзья, что здесь нельзя играть АЖ7. Этот ход уже проигрывает. Белые четко играют ЖХ4 и пользуются связанностью левого фланга черных. Кроме того, у них, видите, застряла шашка на поле Ж7. Ну и здесь возможны три хода. После БА5 играем ДЕ5. Надо бить на Ф4. Затем играем СД4. Ну и на любой ход угроза АЖ3 и ДЕ5, она неотразима. Белые прорываются в дамки и празднуют победу. Так, это первый выигрыш. Если черные в этой позиции меняются БЦ5, тогда играем ДЕ4. Ну и за счет вот связки левого фланга черных и застрявшей шашки на поле Ж7, черные здесь постепенно проигрывают. Можете убедиться в этом сами. После ДЕ5 возможен ход АБ4. Ну и допустим на ЕД6 можно просто разменяться. ДЦ5 с прекрасной позицией. Может быть черные здесь как-то уравняют позицию, но шансы на ничью здесь минимальны. А после БА5 уже можно сыграть либо БА3, либо АЖ3. Ну и например в партии Кондриченко-Барташ возникло такое продолжение. СБ6, БЦ5, ДЦ7, АБ4. Ну и после хода СД6 белые сыграли АЖ3. Не давая хода ЖФ4, приходится играть БЦ7. Тогда меняемся ЕФ4. Ну и черным остается здесь только сдаться. В партии же Евгений правильно сыграл ЖФ4. Белые меняются на поле С5 и владеют преимуществом. Далее в партии было. Черные побили на Д4, белые на С5. Ну и после всех перебоев белые поставили тычок. Черные сыграли ФГ5, белые СБ4. Обе стороны развивают свои сильные левые фланги. Играют в соответствии с основными принципами игры. АЖ7, БЦ3, ЕФ6, ДЕ3. Черные играют ДЕ7. И хотят разменяться назад и уравнять позицию. Так как белые первую партию проиграли. Поэтому здесь Дмитрий решил разменяться. Вот так необычно поддерживая напряжение. И Евгений не выдержал накала борьбы. Расслабился и тут же проиграл. Конечно же просился ход СБ6 здесь с преимуществом у черных. А черные сыграли ФГ5. То есть они грозят разменяться ЖФ4. Допустим на ход АЖ3 сыграть ЖФ4 и затем ЕД6. Но черные здесь не заметили симпатичную комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белые играют СД6. Видите на Е5 бить нельзя. Поэтому приходится бить на А3. Затем играем СБ4. И легко побеждаем. Такая симпатичная миниатюра. Следующая уже серьезная партия. Дмитрий играл вот этот микроматч с гроссмейстером Петром Чернышевым из города Челябинска. Также в командном чемпионате России в Коломне в 2017 году. Первую партию Дмитрий играл белыми. Давайте разверну. А, черными наоборот. Так, СБ4 БА5, БЦ3 АБ6. Ну здесь возможен ход еще СБ6. Я подробно разбирал этот дебют. Кому интересно, ссылочку оставлю в верхнем правом углу. Поверьте, здесь очень много интересных планов игры. После АБ6 белым лучше всего меняться СД4. Убьем, естественно, шашкой Е5. И черные занимают центром ходом БЦ5. Здесь в этой позиции белые ошиблись. Сыграли ЖФ4. И здесь уже преимуществом владеют черные. Например, ФЕ5. Надо отходить. И затем играем ЖФ6. Белые играют ФЖ3. То есть затем хотят сыграть ЖФ6 и разменяться назад с хорошей позицией. Но черные препятствуют. Белым. И нападают ЕД4. Приходится закрываться, потому что меняться вперед совсем плохо. Возникнут очень неприятные гамбитные позиции за белых. Ну и после хода ЖФ2 черные разменялись ходом ДЦ3. Здесь уже у черных выиграно. Далее в партии было ЖФ4, СБ6. И белые напали ходом СБ2. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Черные играют СД4. Белые бьют две шашки. Затем играют АЖ7. Белые бьют. И затем ДЕ5. Черные прорываются в дамки. И празднуют победу. Здесь кроссмейстер Чернышев сдался. Теперь рассмотрим вторую партию. Второй партии Дмитрий играл уже белыми. Также сделаны были первые четыре хода. СБ4, БА5. БЦ3, АБ6. И белые разменялись СД4. Черные здесь также пошли БЦ5. Но белые здесь уже сделали четкий ход. Не ЖФ4, а ЕФ4. Ну и далее в партии было ФЕ5, ФЖ5. То есть грозим сыграть ЖФ6. Приходится черным закрываться. И белые играют Ж6. И на ход БА7 белые уже меняются вперед. Да, в принципе, размен такой не очень приятный за белых. Но лучшего просто нет. Приходится меняться вперед. То есть ФЖ5 здесь меняться бессмысленно черным. Они еще пытаются подавить. Допустим, СБ6, ФЖ5, ДЕ5. Черные заняли центр, а у белых неприятный треугольник на их правом фланге. Поэтому белым надо играть аккуратно. СБ2, ДЦ7, ДЦ3. Ну и в этой позиции черным надо было меняться. Таким образом, СБ4, сохраняя равновесие, может быть даже небольшое преимущество у них здесь было. Но черные ошиблись и сыграли СД6. Малозаметная ошибка, но белые здесь провели разгромную комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белая игра от АЖ7. Затем ФЖ3 и АЖ5. Видите, выбили шашку с поля Ф6. Затем проводим свой финальный удар. СБ4. Красиво бьем 4 шашки и легко выигрываем. Следующая партия. Валюк Абаринов. То есть вот эту партию Дмитрий выиграл у экс-чемпиона мира по русским шашкам. СД4, Б5. ЕФ4, АБ6. ФЕ3, ФЖ5. БЦ3. Ну и в этой позиции Дмитрий правильно сыграл Ж4. После хода Б7 у черных уже возможны проблемы. Например, ЖФ2. И здесь ход ЖФ6 уже красиво проигрывает. Разверну. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти красивую комбинацию за белых. Эта комбинация указана международным гроссмейстером Гаврилом Колесовым. Белая игра от ФЕ5. Размениваются. И затем ЕФ4. Ну, на Ц5 бить бесполезно, потому что сыграем ЦБ4 и прорвемся в дамки. Поэтому после хода ЕФ4 черным приходится бить на поле Ж1. Тогда играем ЦБ2. Затем ЦБ4. И белые побеждают. Вот такая симпатичная вещь. В этой позиции правильно играем ЖФ4. Ну и белым надо закрываться. ЖФ2. Затем черный играет ДЦ5. И пытаются играть на неудачное расположение правого фланга. Шашек правого фланга белых. Но белым здесь можно все-таки упростить позицию. Разменом ЦБ4. И возникает примерно равная позиция. ЖФ6. В этой позиции надо было играть ЕД4. И белые постепенно добиваются уравнения. Но Андрей Валюк решил запутать своего молодого оппонента. И сыграл АБ2. Это уже сомнительный ход. Черные здесь захватывают преимущество. Далее в партии было ФЕ5, БЦ3. ЕД6, БА5. АЖ7, ЕД4. Черные закрываются, ЖФ6. И белые меняются. ФЕ3. И бьют назад. Черные заняли центр. И имеют преимущество. АЖ5. ЖФ2. ФЖ7. ДЕ3. Черные играют Ж6. Ну и белые здесь сыграли ФЖ3. После нападения Ж4 возникла критическая позиция. В партии Андрей Валюк ошибся. И сыграл ЕФ4. Бой. Бой. И черные здесь красиво победили. Последовала жертва шашки и позиционный выигрыш. БЦ5 бой и ход ФЖ5. Ну и здесь все очень быстро заканчивается. Например, ЦБ4 бой. ЦБ2. ЕФ4. Черные прорываются в дамки и белые не могут этому препятствовать. Б7. ЕФ2. БЦ3. Черные поставили дамку. И Андрей Валюк в этой позиции сдался. Тем не менее, друзья, в этой позиции за белых еще была ничья. Разверну доску. Попробуйте найти ее. Очень тяжелая, но симпатичная ничья. Для этого надо было сыграть СД2. Черные бьют. И белым надо бить вперед. Черные связывают центр белых ходом ДЦ5. И белым остается только меняться. ЖФ4. Далее. ФЖ5. ФЕ5. ЖХ4. ЦБ4. Все форсировано. ХЖ3. Бой на Д6. ЖХ2. Черные пожертвовали шашку и грозят прорваться в дамки. Белые этому препятствовать не могут. В этой позиции, например, проигрывают ход АБ4. Черные отдают шашку. БЦ5. И ставят дамку на Ж1. Очень неприятное положение. Белым приходится жертвовать. Обратно. Две лишние шашки. И пытаться. Ну, видите, приходится бить на поле Ф6. Потому что белые грозили подорвать пункт Д8. Бьем на Ф6. Ну и после нападения все очень красиво заканчивается. Играют черные Б7. Бой-бой. Ну и здесь у белых выигрыш. ДЦ3. ФЕ3. ЦД4. ЕФ2. ДЕ5. Ставим дамку на поле Е1. Ну, после вынужденного хода Е6 нападаем. Видите? Так играть бессмысленно. Потому что белые проиграют. Поэтому приходится отходить. Тогда играем СД6. И после хода БЦ7. Играем АЖ3. Ну и куда бы белые не поставили дамку. Они проигрывают. Если ставят дамку на Д8. Жертвуем дамку. И выигрываем. Если же белые ставят дамку на Б8. Тогда зажимаем белых на двойнике. Возникает так называемый столбняк. Ну и после вынужденной жертвы шашки. Дамка белых тут же ловится. И гибнет. Но в этой позиции все-таки у белых еще была ничья. Нельзя играть АБ4. Надо было точно сыграть Е4. Здесь на постановку дамки. Белые закрываются. Черные играют Ж2. Выжидают. Ну и после хода АБ4. Снова идет эта жертва шашки. БЦ5. Черные снова нападают. Но здесь белые могут достичь уже ничьей. Вот таким же приемом, который мы с вами уже видели. Играют белые БЦ5. Видите. Приходится бить на Ф6. Иначе белые сыграют ДЕ7. И подорвут пункт Д8. Ну тогда белые нападают. Надо отходить на А4. Ну и после того, как белые ставят дамку на поле. Ф8. Черные жертвуют дамку. И выигрывают шашку. Но здесь после хода ЦД6. Черные выиграть не могут. Например. Ж2. БЦ7. Ну и партия заканчивается ничьей. Вот такая интересная партия. Следующую партию Дмитрий играл с ветераном питерских шашек. Мастером Лондон. В чемпионате Санкт-Петербурга 2008 года. В партии было АБ4. Хочется привести интересный вариант. Если белые играют в ЖФ4. Наиболее сильнейший вариант. Тогда черным лучше всего сыграть ФЖ5. Ну и после размена ДЕ5. Пой бой на Д4. Здесь можно сыграть допустим ЕФ6. С идеей окружения центра белых. Видите у белых перегруженных левый фланг. Поэтому преимущество здесь у черных. Ну и здесь возможно следующее продолжение. АБ4. АЖ5. БА3. ЖА4. СБ2. ФЖ5. ЖФ2. ЖА6. БЦ5. ФЕ7. ЕФ6. Все это было в партии. Лакхин и Макаренков. С чемпионата мира 1994 года. Ну и здесь оказывается черные могли победить. Для этого надо было сыграть СД6. Белым остается играть только АЖ3. Другого нет. После размена проводим комбинацию. АЖ7. Бой. Затем ЕД6. Бой. Бой. Белые бьют. И затем играем АБ4. И бьем две шашки белых и дамку. Белые еще сопротивляются. ФЖ3. Аккуратно бьем одну шашку. Кажется, что белые все-таки могут побороться за ничью. Какие-то шансы есть. Но здесь есть четкий выигрыш. Например, ДЦ5. ФЖ3. СД6. ЖА2. ДЕ7. И ставим дамку на поле Ж1. Видите, постоянно нельзя ставить дамку на поле Д8. Потому что она будет тут же поймана. И белые проиграют. На Ф8 ставить дамку бессмысленно. Потому что черные просто поведут свои шашки в дамки. Поэтому белые играют БЦ3. Тогда черные играют АЖ3. Снова нельзя ставить дамку на поле Д8. Поэтому белые играют ЦБ4. Тогда переводим дамку на поле Б6. Белые играют ДЦ3. То есть грозят поймать дамку черных в петлю. Ну, здесь уже сами загоняем белых принудительно в дамки нападением с поля Д8. Ну, и затем аккуратно играем ЖА2. И черные должны победить в этом окончании. Аккуратной игрой. Спасения у белых здесь нет. Так, в партии Лонд, Абаринов было АБ4. Ну, здесь наиболее сильнейший вариант за черных. Допустим, ЕД6, БА3, БЦ5. Бой-бой. Ну, и после ДЕ3 играем ЦБ6. С преимуществом у черных. Но все-таки при правильной игре белые здесь могут уравнять позицию. Поэтому Дмитрий в партии решил сыграть ФЖ5. Тоже интересный ход с идеей окружения центра белых. Далее в партии было БЦ5, ЖА4. Белая игра с ЖФ4. Ну, видите, на ход ЖФ6 они приготовились разменяться, допустим, ДЕ5. И уравнять позицию. Ну, Дмитрий здесь делает четкий ход. ЕФ6, не давая размена. Белая игра с ДЕ3. Ну, и здесь у белых начинается сказываться слабость отсталых шашек А1 и А2. Далее в партии было ФЖ5, БА3. ЖФ6, АБ2. И черные сыграли ДЕ7. С идеей разменяться назад. После АБ4 черные меняются назад. Ну, и в этой позиции белые на секунду расслабились. Сыграли ФЕ5. И черные провели разгромную комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Черные начинают и выигрывают ходом БЦ5. Ну, в эту сторону бить бесполезно, потому что белые останутся без шашки. Поэтому приходится бить на поле Д6. Тогда играем АБ4. Затем ЖФ4. Выбиваем шашку Е5. Ну, и комбинация здесь становится неизбежной. Как бы белые здесь не били, черные все равно прорываются в дамки. Ну, и последняя партия на сегодня. Эту партию Дмитрий выиграл у международного гроссмейстера, чемпиона мира Игоря Михальченко. Выпала летающая шашка, жеребьевка дебюта. Ф2, Ж5, А6 на А5. Белые играют Ж6, естественно. Черные играют БЦ5. И белые размениваются на поле Б4. С идеей окружения центра черных. Далее в партии было ФЕ5, Ж4, Ж6, АЖ3. Черным для сохранения равновесия необходимо вываливаться в центр. ЕД4. Все остальное хуже. Белые подвязывают центр черных ходом ЕФ2. Ну, и здесь возможны два варианта. Сперва рассмотрим вариант, как было в партии. А затем рассмотрим варианты, которые указал международный гроссмейстер Сергей Белошиев. Неоднократный чемпион мира и по русским, и по бразильским шашкам. В партии было АЖ7. И белые сыграли БА5. Черные играют ФЕ5. Белые ЦД2. Ну, и здесь надо было играть ЦБ6 черным. Сохраняя равновесие. Черные сделали здесь шаблонный ход, ЖФ6. Кажется, ничего страшного, но на самом деле после этого хода белые уже неминуемо побеждают. Малозаметная ошибка чемпиона мира привела его к поражению. Белые четко играют ДЦ3. Меняться назад нельзя, это пассивно. Ну, и после размена ЦБ6 играем ЦБ4. Видите, нападения нет, потому что с поля БА5, потому что белые меняются БЦ3 и грозят сыграть АЖ5 и ЕД4. Провести комбинацию. Поэтому приходится отдавать шашку ЦД4 и играть БЦ7. Но после хода ФЕ3 черные нападают, белые закрываются и черным остается только сдаться. Поэтому хода БА5 нет. В партии Игорь Михальченко отдал шашку ходом. ДЦ3 и затем сыграл БА5. Ну, Дмитрий четко довел партию до победы. ЕФ4 связываем, центр снова. Ну, и после хода БЦ7 играем ДЦ3. Ну, видите, допустим, на ход ЦБ6 белые снова грозят провести комбинацию. АЖ5, ЦБ4. Поэтому Игорь Михальченко в этой позиции сдался. Кроме жертвы шашки был возможен ход БЦ7. Но здесь белые также побеждают с помощью разгромной комбинации. Играем ЕФ4. Ну, и на нападение БА5. Можете поставить видео на паузу и провести комбинацию. Играем ЖЭШ2 бой. Затем ФЕ3 бой. Бьем аккуратно назад на поле Е1. Затем прорываемся в дамки с разгромом позиции черной. Такие симпатичные варианты. Ну, еще не менее красивые варианты указаны были Сергеем Белошевым. Если в этой позиции вместо АЖ7 черная играет ФЕ5, тогда возможен следующий вариант. ЦД2. Так, прошу прощения, не ЦД2, а ЦД2, да. То есть, если уже ДЦ3 сыграет, мы же на Ф6 бьем. На секунду замешательство впало. Ну, нормально. Ладно. ЦД2, ЦБ6. Тогда связываем полностью центр черным ходом ДЦ3. И здесь, возможно, прикольная позиция. БА5, АЖ5. Если черные по инерции сыграют АЖ7, сделают шаблонный ход, то белые очень красиво побеждают. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Он начинается тихим ходом. Играем ЖХ4 с угрозой ЖФ6, поэтому приходится закрываться. Затем подрываем пункт Е5 ходом ЕФ4. И бьем на преддамочное поле. Ж7. Черные бьют, белые бьют. Здесь выясняется, что белые проходят в дамки, а дамка черных гибнет. Ну и черным здесь остается только сдаться. Такая красивая ловушка. Но, если в этой позиции черные играют не АЖ7, допустим, просчитали этот вариант, меняется ЕФ6. Здесь, возможно, также очень красивая идея. Белые играют ЖХ4, черные АБ6. Меняемся вперед ФЖ3. Ну и черным остается играть только БЦ7. Белые играют ЕФ4. Ну и кажется, что черным остается только сдаться. Их шашки расположены очень неудачно. Но здесь черных выручает жертва. Отдаем две шашки ходом ЕД4 и бьем на поле С3. Белые бьют на поле Д4. И мы бьем на поле С5. И в этой позиции надо за белых быть аккуратным. То есть правильно бить на поле Ф4, а на поле Ф6 уже, оказывается, проигрывает. Если белые бьют на поле Ф4, тогда черные бьют на А6. Ну и после хода АЖ5, черным лучше всего упростить позицию ходом ДЕ5. Ну и партия очень быстро заканчивается ничьей. Если же черные здесь думают, что у них лучше, допустим, играют АЖ7, тогда они могут даже проиграть. АБ2, БЦ5, БЦ3. Здесь надо играть ДЕ5. Здесь уже черным придется защищать позицию гроссмейстера Цирика. То есть после постановки дамки возникает неприятное для черных окончание. Я подробнейше разбирал эту позицию. Кто не знает, как тут защищаться за черных, ссылку оставлю в верхнем правом углу. Эту позицию надо знать всем шашистам, которые хотят получить звание мастер спорта. Ну а если черные в этой позиции не играют ДЕ5, а играют ЦБ6, тогда и здесь уже ждет проигрыш. То есть белые играют ЖС4, меняться назад бессмысленно. А после хода БА5 играем ФЕ5. Ну и возникает вроде бы простая позиция 4 на 4. Но несмотря на простоту, черным здесь остается только сдаться. Запомните, друзья, раз и навсегда вот эту позицию. Здесь позиция точная. Начинающий всегда проигрывает. Такие интересные нюансы. Обратите внимание, что в этой позиции, если бы черные-белые побили не назад, а вперед, то есть попытались бы выиграть шашку, здесь они даже проигрывают. Удивительно, но это так. То есть после хода ДЦ5 возможны два хода. То есть после хода АБ2 играем ЦД4. Ну и допустим на ход ЖФ4 играем БЦ5. Ну и если белые разменяются назад, тогда выигрываем просто ЦД6. Ну и допустим на ход ЦД2 играем ЦД4. Ну и позиция в пользу черных. То есть белым остается здесь только сдаться. Это первый вариант. Если в этой позиции белые сыграют ФЕ5, то, видите, нельзя отходить ДЕ3, потому что белые приготовили ловушку. Они неожиданно играют ЕД6. Ну и в какую бы сторону черные не побили, партия заканчивается ничьей. Ну, естественно, на Е5 бить нельзя. Приходится бить, вернее, на Ж5. Да, и партия заканчивается ничьей. Ну, в этой позиции черные красиво жертвуют вторую шашку ЦБ6. И скромная игра от Б5. Возникает такая дикая позиция. То есть у белых две лишние шашки, но их шашки расположены очень неудачно. Им остается только сдаться. Ну и, наконец, самый интересный вариант в этой позиции был указан международным гроссмейстером Гаврилом Колесовым. Если белые играют ЖФ4, тогда черным надо играть СД6. Белые играют АБ2, черные СД4. Белые меняются назад, другого нет. И черные играют БЦ5. После хода СД2, СД4 снова возникает уже рассмотренная позиция. Но белые здесь предусмотрели такой интересный механизм. ФЖ5. Ну и на ход СД4 играем не СД2, а жертвуем две шашки. ФЕ7. Черным приходится бить на поле Д8. И белые еще надеются на ничью. Игра от ЖФ6. А здесь черные добиваются выигрыша с помощью механизма, который впервые был найден гроссмейстером Зиновием Цириком. Например, играем ДЕ5. Надо отходить. И проводим две шашки в дамке. ДЕ3. ЖХ8. ЕФ4. Ну, допустим, белые бегают по большой дороге. С полей Х8 на А1 и обратно. Черные проводят две шашки в дамке. Аккуратно через поле Ж3. Ну, и затем играют ЕФ2. Белые до сих пор бегают по большой дороге. Но тогда черные играют ФЕ3. Видите, стоит угроза ЕД2, поэтому на серединных полях останавливаться белым нельзя. Пусть им белые уходят на А8. Тогда играем ДЕ7. Снова на серединных полях останавливаться нельзя. Пусть им играем на А1. Ну, и после хода ЕД6 белым остается только сдаться. То есть, видите, нельзя поле С3 здесь занимать из-за того, что черные очень красиво побеждают. Неожиданный ход ФЖ7. То есть, видите, сюда бить нельзя. Потому что черные поймают дамку и обрежут черных по большой дороге. А если черные, допустим, бьют три шашки, тогда бьем таким образом и черные побеждают. Также в этой позиции, допустим, можно было сыграть не на поле А1 белым, а на поле АЖ7. Тогда черные играют ФЕ3. И далее также возможен такой вариант. Допустим, на А1 ушли, играем ДЕ7. Ушли на С3, но других ходов здесь нет. Ну и снова вот этот ход ФЖ7. С выигрышем. Субтитры сделал DimaTorzok